ребят всем привет сегодня 13 ноября 2022 года приехал я вот такой вот населенный ну бывший населенный пункт называется приозерный здесь раньше стояла военная часть военная часть стояла с 50 тысячи 1955 года по 2010 военная часть номер 68 049 стоит стояла это военная часть на берегу озеро озеро сейчас скажу название гляну в телефоне озеро по какое-то финское название сейчас я секундочку смотрите как здесь был выложен заборчик как рождения из камней колоссальный труд вот это я не знаю даже что за здание такое двухэтажное небольшое здание как стоят на стрельбищах я вот даже вообще не могу и смотрите кто-то зачем-то порсель попилил не могу понять для чего здесь все заброшенное но порсель есть здание вот такого вида металлические мощные швеллера почему то не своровали неведомо мне почему а здесь стоит смотреть телевизор это притащил панасоник так озеро никак не могу посмотреть что там сейчас вот так вот так 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 озеро ханхи ярви финское такое название возможно здесь что-то восстанавливать хотели смотрели здесь было вот такое ограждение какой-то как будто сигнализация какая-то как на границе стоит и вот куда уходит просит туда дальше здесь сейчас поставили пост это как не доезжая лакурти пограничный пост раньше был сейчас я не знаю даже кто стоит бригада или пограничники удивился сейчас то что остановили не ожидал даже паспорта собой не было новая на билетку так что если планируете сюда поездку возьмите собой документы они не пропускают если нет документы удостоверяющую личность конечно можно с ними поругаться поспорить но зачем я не стал взял просто военный билет в области ну их этого удовлетворила и меня пропустили я сразу повернул налево и поехал в эту сторону да вот сигнализационное такое ограждение как на границе примерно стоит колючая проволока хотя наверное она не сигнационная она просто колючий проволок почитал форум про этот поселок приозерный там люди пишут те которые здесь служили что они служили в основном там 86 90 на этом вот промежутке никто более ранний там что-то не написал ну по крайней мере я такой же прочитал здесь конечно же мало что осталось как понял я из там переписки что это был какой-то была какая-то учебная военная часть призывались как там пишут в основном вологды и города санкт-петербург там еще ленинград но это явно какие-то склады здесь вот погреб был углубленный уже все здесь развалилась ничего не сохранилось снимая опять для ребят которые служили такие видео такой довольно таки большой отклик получает именно в комментариях что пишет с ними то с ними это ну ребят сразу говорю вот видите в каком это состоянии находится и определить где здесь что находилось особо не представляется возможным вот таком состоянии вот что это как будто склады такие типичные но что именно ну раз так колючей проволокой могу предположить что какое-то вооружение хранилось вряд ли что это какие-то продовольственные хотя все может быть вон там стоит здание трехэтажное сейчас пойду до машины дойду возьму фонарь и зайдем туда в эти ну как будто бы живые хотя могу ошибаться на ворот не буду сейчас просто снимаюсь так сейчас пока на паузу ставлю но ограждение конечно шикарное такое с камня красиво смотрится но трудах было наверное колоссального нужно было потратить смотрите тут еще такие обводы но это уже позднее наверно делали подмазывали и красоту делали вот так это выглядит красиво ну ребятам которые служили конечно было тяжело бесспорно он по зданием там в лесочке стоит будет смотрите еще какой-то небольшой не знаю как не знаю даже что это сделано было нет ни ограждения а как какой-то подиум был что ли видно да вот так вот не знаю даже может лавочки какие-то стояли ребят ну кто служил пишите что это такое было сделано вокруг ну такая своеобразная красота вот здание стоит похоже на живое половина здания нет кстати он одна часть обрушилась ну ничегошеньки тут не осталось можно было фонарь принципе не брать извиняюсь что снег у нас вот видите еще подмерз и получается вот был подвал кстати и получается что очень звук сильный от снега такой вход был но это как как будто бы подъезд как будто жилой дом бы ничего тут не сохранилось уже немножко плитка печка было больше ничего лестница на второй этаж вот наверно плитка была тоже половина здания вообще не ладно пойду зайду в другое думал думал что заехать сюда лучше может быть весной когда не будет снега но я в принципе ничего не потерял потому что сами видите состояние тут всего конечно уже все развалилась вот так выглядит здесь даже трубы какие-то сохранились немножко обои полочка и тут же также как и этот домик тут же также развалился и 2 почему-то половина развалилась а половина стоит какие-то сарайки ну наверное офицеры жили офицеры вот так это печально выглядит а то здесь вот так печи на печи только и держится половина так вот прям так стена рухнула в эту сторону это туда завалилась это скоро тоже упадет вот так с этой стороны выглядит этот домик время не жалеет ничего и никого только человек покидает места как тут же природа берет свое все зарастает рушится и приходит запустение я там видел что дом стоит со спутника прям на берегу озера какой-то может быть казарма я предположил потому что большой дом сюда вот подъезжают люди вот даже сейчас по снегу проезжал сейчас дальше туда съезжу ну здесь что то ли огороды что ли были полигон вот так вот здесь еще бетонный забор сохранился вот это может казарма одноэтажные были были ну вообще короче ничего нет вообще ничего уже не сохранилась да ну я не знаю википедии по крайней мере при озерной набираешь и там уже начиная с 2010 года по моему население 0 население 0 население 0 на сайте вот где сказал форум там написано что 2010 году сформировано хотя ну заглавное там такое сообщение хотя в самих там потом переписки ребята кто служили пишут что девяносто первом году уже последние они отсюда уезжали ну может быть там официальная информация что по бумагам десятом году в 2010 закрыли а на самом деле уже девяносто первом никого не было вот это опять с этой стороны такой как подиум не знаю аллейка у них что ли было или это плац был не могу что-то предположить такое довольно-таки широко у них тут чехлом углубление какой-то фонтан что ли был ну ладно березка смотрите какая вымахала большая здесь уже толсто ну снимать короче здесь нечего сейчас попробую выход на старую лакуртинскую дорогу если не получится развернемся прямо назад ну все пока что отключаюсь там еще включусь где здание найду большое возле озера так ну так вот это выглядит возле озера тоже все развалено и вот оно единственное сохранившееся здание вот озеро вон там рыбаки сидят два человека на машине на одной приехали вот такое здание ну скорее всего полностью внутри развалено ну так наверное и есть краска только сохранилась не чушеньки вообще ну тут недалеко от лакурти прям вообще рядышком поэтому наверное все развалили растащили ну вот это наверное здание так сказать одно из последних нам постройки здесь ну вот здесь можете даже подвал есть пахнет кстати мазутом каким-то не знаю почему здесь идет какая-то канала вот кабельканал что-то пошел и коммуникации водопровод водопровод возможно вот озеро вот это ограждение на я на край был уже военной части здесь вот колодец канализация была здесь здесь отделено такое вот не знаю что такое может быть трансформаторная подстанция стояла сейчас на второй этаж зайду гляну там все с высоты как видно в принципе все поедем в сторону дома снимать блин даже землянки вот так вот была обшита раньше такими панелями это похоже была взлетка так называемая как в армии называют вон рыбаки там рисковые парни Очень широкая такая взлетка была Ну если это конечно казарма была Такие комнаты Ничего абсолютно не осталось Даже там пола нет Здесь тоже пола нет Сняли Здесь такая отгородка была Колесо почему-то Санузел душевая Ничего вообще не сохранилось Смотрите дверь заложенная Кто-то сюда на мотоцикле заезжал Вот здесь вот дверь какая-то была О, кто-то на мотоцикле здесь ездил Вон следы Наверное целая кортик кто-то ездил Ну, вид наверное был красивый конечно со второго этажа Особенно на озеро Ступенечки сделаны так аккуратненько Здесь закруглялись Полукруга Перила естественно все попилили Потому что были из металла Покрашены будем До сих пор осталась краска Здесь смотрите как было Видно знамя здесь было Вот так красиво сделано Выложено И вот так вот как флаг Отзывающийся Покрашено Вот вид в эту сторону Со второго этажа Ну все заросло уже Ребята конечно Ну красиво было сделано Видно здесь И вот здесь вот Немножко отделялось Вот эта часть похоже была закрыта Немножко загорожена С небольшой такой перегородкой И идентичные такие же помещения Вот вид со второго этажа На озеро Рыбаки там Красиво было здесь Служить конечно Там сопка такая интересная Красиво с этой стороны Сопка и озеро Да Красивые места Действительно Дагестан Здесь вот горы Нарисованы Да Удивительно хорошо сохранилось конечно здесь Учитывая то что открыто всем ветрам и дождям назло Вот здесь вот прям вот это помещение очень хорошо сохранилось Здесь какие-то надписи кто-то Понарисовал О здесь похоже была ленинская комната Вот такая вот Вот такая вот С этой стороны давайте подойдем Здесь вот так вот С этой стороны видно солнечное Видите как мхом порастает теплее И порастает мхом С этой стороны С этой стороны Все прям так чистенько Все закончу Тогда нечего тут больше снимать Нечего тут больше снимать В принципе Нечего тут снимать Почему-то низкая дверь такая была прям вообще Не могу понять почему так сделали Что-то там образом В и Ленин Какое-то изречение Ленина было записано Ну все ладно Отключаюсь Все всем пока До новых встреч До новых встреч